Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен и у нас очередной Скорпион. И не просто Скорпион, а Императорский Скорпион. Императорский Пандинус, гигантский лесной Скорпион. Наверное, при слове Императорский сразу возникает страх. Мол, отправил армию Императора, отравил армию Императора, сажал армию Императора, задавил армию Императора. Но нет, Императорским этого Скорпиона назвали потому, что он большой. Он не просто большой, он огромный. Он один из самых больших Скорпионов, которые только существуют. 20 сантиметров это рядовая длина. А по некоторым источникам встречались и 30-сантиметровые особи. А это, как вы понимаете, не сяськи-масяськи. Встречается в Африке. Императорские Скорпионы живут в основном в тропических и экваториальных дождевых лесах. Свободно или в вырытых норках длиной до 30 сантиметров. Жалят редко и для человека относительно безопасно, потому что ужалить могут только лишь молодые особи или самки с выводком. Императорский Скорпион это один из самых популярных Скорпионов у любителей Скорпионов. Да, легок при домашнем разведении. Хорошо размножается в неволе. В 1995 и 1996 годах из Западной Африки было экспортировано около 100 тысяч особей императорского Скорпиона. И, как вы понимаете, это немало. Да, особенно это ударило по той фауне, которая была. Поэтому вид этот внесли в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой уничтожения. Зрение императорского Скорпиона слабое, но компенсируется хорошо развитым осязанием. При свете ультрафиолетовой лампы нет, джин не вылетает. Императорский Скорпион способен светиться зелено-голубым цветом. Императорский Скорпион обладает большими, широкими, мощными педипальпами, что позволяет ему атаковать и наносить болезненные для человека и смертельные для добычи удары. Несмотря на внушительные размеры, Императорский Скорпион является самым неагрессивным среди всего семейства Скорпионов. При сильной опасности он охотнее пользуется клешнями, нежели жалом. Добычу Императорский Скорпион ловит клешнями, затем сдавливает ее и потребляет, разделяя на части. Ядом Императорский Скорпион умертвляет исключительно только крупную добычу, которую не способен удерживать своими мощными педипальпами. Но не стоит забывать, что хотя яд Скорпиона не является токсичным для человека, бывают случаи индивидуальных непереносимостей и аллергических реакций. А поэтому обращаться даже с такими неагрессивными Скорпионами нужно осторожно. У этих Скорпионов есть пектин. Это гребнеобразные структуры позади последних ног. Самки отличаются от самцов тем, что у них пектины короче, чем у самцов. И еще, если рассматривать вот так вот особи, да, отличать пытаться самок от самцов, то самки крупнее, чем самцы, но клешни у самцов более вытянутые. И еще молодые самцы, они немножко более активные, чем самки. При комфортных условиях содержания продолжительность жизни Императорского Скорпиона в неволе составляет 10-12 лет. По поводу содержания в террариуме. Террариум для Императорского Скорпиона следует выбирать горизонтального типа, потому что на лианах никто летать у вас там не будет. Для одного взрослого Скорпиона размер террариума должен составлять минимум 50 на 30 на 30 сантиметров. Если Скорпион небольшой, достаточно будет 30 на 30 на 30 кубик такой. Естественно, что для двух-трех Императорских Скорпионов нужно увеличивать террариум, а если еще больше, то и террариум нужно делать более просторным. В качестве субстрата отлично подойдет кокосовая окрошка, ну то есть кокосовый субстрат. Также желательно накидать коряк, веток и укрытие, потому что этот Скорпион, он ночной хищник. И когда вы днем будете на него смотреть, он скорее всего будет стесняться. Для Императорского Скорпиона яркое освещение не является комфортным, поэтому свет рекомендуется устанавливать приглушенный. На поводу влажности. Влажность поддерживать нужно на уровне 80%. Если она у вас опускается, то необходимо субстрат опрыскивать ежедневно, либо проливать просто водой. Оптимальная температура содержания 27-32 градуса. Императорские Скорпионы это ненасытные беспозвоночные и с удовольствием примут в пищу насекомых, сверчков, саранчу, мучных червей, изофобоса. Взрослым достаточно 3-6 сверчков в неделю, посыпанных витаминно-минеральными добавками. Случаи того, что Императорский Скорпион отказывается от пищи, довольно редкие. Но важно не перекармливать Скорпионов. Лучше не докормить, чем перекормить. Половозрелыми самцы и самки становятся в возрасте 2-2,5 лет. При этом в дикой природе молодые особи растут быстрее. После оплодотворения беременность самки может длиться в течение полутора лет. Один выводок состоит из 10-30 малышей. Новорожденных Скорпионов называют нимфами. Первые две недели до линьки они проводят на спине матери. После первой линьки они уже становятся самостоятельными. До достижения половозрелого возраста молодняк претерпевает 6-7 линьек, каждый из которых сопровождается изменением цвета. Сразу после линьки молодняк приобретает светло-серый цвет, а затем их хитиновый покров постепенно твердеет и приобретает более темный оттенок. Молодым особям подавать пищу можно такого же размера, как и матери, потому что на протяжении их взросления она не только является их защитником, но также помогает им потреблять пищу, размельчая ее клешнями. Отдельно содержащемуся молодняку стоит предлагать добычу, которую они смогут поймать и удерживать своими клешнями. На этом все. Пишите в комментариях, кто вообще имел опыт общения со Скорпионами, а особенно императорскими Скорпионами. Каких размеров эти гиганты вырастали у вас. Ну а с вами был Аквамен, увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok